Хочу вам спеть одну из своих любимейших песен, Галич. Она имеет длинное название. «Баллада о стариках и старухах, с которыми я жил и учился, в санатории областного совета профсоюзов в 110 километрах от Москвы». Эта замечательная история действительно произошла в санатории областного совета профсоюзов, где Галич действительно лечился после тяжелой болезни. Но предшествовала сочинению песни такая история. Он, кстати говоря, вернулся тогда из-за границы и был одет шикарно, с иголочкой в какой-то замченный пиджак. В общем, выглядел абсолютно элегантно. Ну а там кто отдыхал в этом областном санатории? Ну, понятно, старики и старухи каких-то из окрестных деревень и городов. В общем, они его приняли за какого-то человека, чуть ли не спустившегося с другой планеты, наверное. И этому способствовала такая история. К нему приехали друзья, писательница И. Грекова, Ирина Грекова, которая вам наверняка известна по книге «Кафедра», публиковавшейся в свое время. Она же, кстати говоря, Елена Сергеевна Ленцик. Мы по ее учебнику толстенному такому изучали когда-то на мехмате теорию вероятности. Жуткий совершенно предмет, я его ненавидел себе фибрами души. Но на автора учебника это чувство не распространяется. Так вот, это самая писательница Ирина Грекова, давняя подруга Галича, приехала к нему вместе с их общим приятелем, которого они называли Димка Соколовский. Он был полковником авиации, но в те годы знаки отличия были очень похожими по цвету у авиации и у КГБ. То есть разные оттенки синего цвета. Короче говоря, этого самого полковника, Димку Соколовского, старики, которые там отдыхали, приняли за полковника КГБ. Короче говоря, дальше происходит такая история. Галич с гостями идет из столовой к себе в комнату, и где-то на полупути они вспоминают о том, что забыли взять что ли соль, или там, я уже не помню, что, из столовой и Галич так полуворота назад говорят, Димка, сбегай за судью. И вот представьте себе, к ужасу присутствующих, полковник КГБ бегом отправляется выполнять приказания этого странного человека, который здесь отдыхает. В общем, сразу возникают некие подозрения. То есть Галича уже приняли как минимум за генерала КГБ, а если не за генерала КГБ, то вообще что-то невероятное. Вечером в Куринке старики к нему пристали. А кто это к вам приезжал? Спросили они. Родственники? Говорит, нет ли родственники? Ответил Галич. Ну вот этот формул, это кто был? Это братан? Нет ли братан? Сказал Галич. А дальше, как он рассказывает, я не мог отказать себе в удовольствии, и сказал, сослуживец. Короче говоря, вот на фоне всей этой истории у аудитории сложилось отношение к Галичу, а у него это все оформилось в виде песни. Кстати говоря, вообще интересные есть переклички между песнями Галича и Израиля. Например, вот эта песня «Желание славы», которую я только что спел, откликнулась мне таким образом. Ко мне подошла после одного из концертов, подошла моя знакомая, которая работает в городе Ашдоге, в доме престарелых. И она говорит, у нас, говорит, точно такая история. Есть такая пара, бывший вертухарь и бывший заключенный, которые слились в экстазе просто друг с другом, а не друг без друга не могут. Реальная, абсолютная история. Теперь, что касается этого самого Димки Соколовского, как выясняется, его родственники живут в Батьяне, и они мне подсказали, я думал, что он Димка, что он Дмитрий, или на худой конец Вадим, оказалось, что он Владимир, просто друзья его называли Димкой. И это мне рассказали родственники, которые живут в Батьяне. Родственники Соколовского, внимание. Итак, баллада о стариках и старухах, с которыми я жил и лечился, в санатории областного совета профсоюзов в 110 километрах от Москвы. Все завидовали мне экадемик. Экадемик был загадкой я для старцев и старец, говорили про меня академик, говорили генерал-иностранец, обессонность и снотворных отрав. Может, статься, это вы виноваты, что привиделась мне вздорная слава в полумраке санаторной палаты. А не дух со мной хитрил поминутно, то терзал, то отпускал на поруки. И все было мне так странно и левно, а труднее всего были звуки. Домирожники стучали в западе, привалившись к покорябанной палине, старцы в чесанках с галошами спали, прям в холле, как в общественной спальне. Я не слышно проходил, а кричал. Я козла не забивал, академик, и звонки мои в Москву обличали. Эх, где их у него, эх, где их у него? И казалось мне, что вздор этот вечер неподвижен, будто солнце в зените. И когда я говорил «Добрый вечер!», отвечали старики «Извините!». И кивали, как глухие глухо, улыбались не губами, а кракем. Мы, мол, вовсе не хотим по-плохому, а как надо, извините, и злами. Я тверчил им в их мохнатые уши, в перекурок за сортирную дверью. Я такой же, как и вы, только хуже. И поддать его листать не веря. И в кино я не ходил, ясно немец. И на танцах не бывал, академик. И в палатке я купил чай и перец. Эко-денег у него, эко-денег. Ну и ладно, и не будем ослабить. Смерть подарит нам пупенчики славы. Оживем мы в этом мире послать, не имеющий названия держава. АПЛОДИСМЕНТЫ